В следующем 160-м аяте Аллах Субхан Талли говорит «Тот, кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние». То есть, если совершит, говорит имам Багави, человек одно дело, то ему запишется это дело в десятикратном размере. Вот ты зашел в арак-лауфикум, в мечеть, совершил молитву в арак-лауфикум, и тебе записывается сразу же 10 молитв. Сразу же сколько? 10 молитв. И это помимо той награды, которая еще дается за джамаат, и это по той награде, которая еще дается, если ты в хараме вообще 100 тысяч молитв, читаешь Багави, как вчера с братом обсуждали, за одна молитва в хараме, почитал, 56 лет, говорит, надо совершить молитву, чтобы прервал я с той молитвы, которую ты совершил в хараме. И это без учета того, что и молитва в джамаате и так далее, и так подобное. Ибн-Уль-Каим, рахматуллахи, алей и братья, говорит удивительные слова в книге Иддату Сабирин. То есть, вот, какую пользу мы извлекаем в отношении нас? То есть, вроде бы, Господь, Субхану Аталию, говорит о себе, смотрите, тот, кто явится с добрым деянием, тот получает 10-кратные воздаяния. То есть, если ты делаешь что-то ради Аллаха, Аллах тебе дает в 10 раз больше. Но здесь есть воспитательный момент, связанный с родственными нравами. Какой момент? Смотрите. Ибн-Уль-Каим говорит, Поэтому больше всего из своих созданий любит тот, кто описан этим качеством, что благодарность. Точно так же, как самым ненавистным из людей является у Всевышнего Аллаха тот, кто описан противоречащим качеством, то есть, качеством противоречащим, что благодарность? Это отсутствие благодарности. И так мы должны подходить к именам прекрасным Аллаха, Субхану Аталию. То есть, если ты видишь какое-то имя Всевышнего Аллаха, Субхану Аталию, и он этим описан, знай, что Аллах любит тот, кто описан этим качеством из людей. Если только это качество имени касается одного Господа, Субхану Аталию, как Кибрия, Высокомерие, Джабаруты и так далее. И самым любимым из созданий у Всевышнего Аллаха является тот, кто описан тем качеством, который извлекается из имени Господа, Субхану Аталию, то, что требует имя Господа, Субхану Аталию. А самым ненавистным, тот, кто описан противоположным. Поэтому Всевышний Аллах не любит неблагодарных. Те, кто поступает с людьми несправедливо. Тот, кто является невежеством. Ведь Аллах Субхану Аталию справедливо, ведь Аллах Субхану Аталию, знающий, правильно или нет? Всевышний Аллах прекрасный и любит красоту. Он знающий и любит ученых. Он милостивый и любит милующих. Тот, кто делает добро, любит тех, кто делает добро. Ситирун, он скрывает грехи и недостатки людей. Любит тех, кто скрывает недостатки других. Аллах Субхану Аталию, мощный и не любит, или же порицает тех, кто проявляет беспечность, или же слабость. Всевышний Аллах верующий, сильный. Нежели тот, у кого слабый иман. Афун, Аллах Субхану Аталию, прощающий. Юхибуль Афа, любит прощение. Витр, Юхибуль Витр, Аллах Субхану Аталию, он один. И поэтому любит витр. То есть витр имеется в виду, что нечетное количество, как, допустим, любит молитву витр. Любит Баракулу Фикум, даже в каких-то вещах, как говорят в шейхе Бенбазе. Ему налили стакан, Баракулу Фикум, он выпил воды. Потом налили вторую, выпил. А, потом налили вторую, выпил. И он говорит, шейх, вы напились? Нет, говорит, Аллах витр любит витр, давай мне еще один стакан. Не хотел, но все равно выпил. Видите, вот Аллах Субхану Аталию любит, потому что это. И все, что любит Всевышний Аллах, из следов своих имен, васяфати, атрибутов, омуджибе, и то, что они требуют. И все, что ненавидит, это то, что противоречит этим именам и атрибутам. Исходя из слов Ибн-Укайм Ра-Таля, нам урок, братья. Если кто-то тебе сделал хорошее, отблагодари его больше, чем тебе он это сделал. То есть человек тебя, Баракалуфикум, позвал и накормил тебя курицей. Ты в ответ накорми его всем мясом. Человек у тебя угостил, допустим, яблоком. Ты накорми его мангом. Понятно, да? Человек дал тебе в долг 100 долларов. Ты отдай ему 150, при условии, что он не ставил тебе это условие. Понятно, да? И вот так, Баракалуфикум, жена тебе сказала доброе слово. Ты в ответ скажи 10 добрых слов. Человек сделал для тебя какой-то хороший поступок. Тот, кто сделал для вас что-то, делал, воздайте ему подобное. Сделай для него еще больше, братья. И наоборот, братья. И наоборот. Если кто-то тебе сделал зло, лучше, максимум, что тебе дозволено, воздать ему таким же злом, но ни в коем случае не больше. А лучше, чтобы ты его простил, как на это будут указывать аяты дальше. Поэтому в аяте манжабель хаснате фаляваш вам салиха Тот, кто яйца с добрым деньгом, тот получит 10-кратное воздаяние. 10-кратное воздаяние – урок для нас тоже. Тот, кто сделал тебе добро, сделай для него добра еще больше, братья. А тот, кто совершит, придет со злом к Всевышнему Господу, фаля юджза илля митляха вагум ля юзлямун. Аллах говорит, тот, кто придет со злом, Аллах ему воздаст только подобным. И не будет, не поступит с ним несправедливо. Видите? И поэтому, Барак, Луфикум, даже Всевышний Аллах говорит, смотрите, братья. Муфасиры говорят в этом аяте, воздаяние за зло такое же зло. Такое же зло. Говорят, обратите внимание на тонкость. То, что Аллах назвал, то есть кто-то поступил тебе, совершил в отношении тебя зло. И Аллах тебе дозволил поступить с ним так же. Но при этом твой поступок тоже назвал чем? Злом. Видите? Тоже назвал злом. Но это зло для тебя халяль. Аллах сделал. Но при этом напоминайте, что это тоже зло. А лучше? А тот, кто простит и исправит, то награда будет за Всевышний Аллах. То есть видите как? И поэтому, когда кто-то делает добро, воздай ему в десятикратном размере, как минимум. Говорят же, старайся, старайся. А если кто-то сделал зло, да, дозволено тебе ему отомстить. Но лучше, чтобы что? Ты поступил в аракулу. Фикум снисходитель. Исламу, если кто-то проявляет ислам наилучшим образом, видите, это условие, братья. Этот хадис поясняет этот аят. То есть кому будет в десятикратном размере воздано за благие дела, тот, чей ислам прекрасный, хороший. Ему будет воздано что? В десятикратном размере. И вот поэтому, барак луфикум, ты собрался, пришел в мечеть, барак луфикум, сейчас думаешь, сейчас я совершу молитву в хараме в десятикратном размере умножить на сто. Все, и ждешь, пока имам дает икаму, и зашел, и начал новости читать. Пророк салам сказал, «Мин хусни лислям иль марутар кувмаля». Не из хорошего ислама человека оставлять то, что его не касается. Тебя эти новости как-то касаются? Ты пришел получить награду в десятикратном размере, а сам интересуешься тем, что тебя не касается? И поэтому ученые говорят, что тот, кто интересуется тем, что его не касается, его ислам не хасан, не хороший. И он с большей вероятностью может быть лишен вот этой великой награды. Пророк салам сказал, «Изда ахсана ахадукум» Это условие ислама. Если один из вас проявляет должным образом, прекрасным образом исповедует ислам, «факуль ля хасанте», тогда ему за каждое благое дело, я амалю, которое он совершает, «туктабу би ашри амфал», ему будет записано в десятикратном размере, или «субуми я тядаф», до семистикратного. То есть, есть вероятно в десять раз, есть вероятность что? В двести, в триста, в четыреста, до семисти. Больше. «факуль ля саятин я амалю», то ему будет записано только то, что он сделал. Только то, что он сделал. Ван Абидар, также от Абудар, пришла к Али Расулла, а сам пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Яхуль лау табарак ва тали, Всевышний Аллах субаменталль говорит, «Маджа биль хаснати фалявашру амфаливу азид», тот, кто совершит дело, то ему будет записано в десятикратном размере, и я дам еще больше. «Ва маджа би саятин», тот, кто совершит грешное дело, ему будет также воздано, «Ау ахфир», или же я ему прощу, говорит Господь. «Ва манта карраба мини шибранта каррабту минху вираин», и тот, кто приблизится ко мне на пять, то я приблизюсь к нему на локоть. «Ва манта карраба мини вираинта каррабту минху баа», тот, кто приблизится на локоть, то есть я приблизюсь к нему на длину всей руки, то есть видите, Господь сказал, «Шакур», благодарный за его имен. Ты немножко делаешь, а Аллах тебе дает еще больше, братья. «Ва манатань ямщи тот, кто идет ко мне пешком, оттайт ухару аля, я буду бежать к нему, ва манлякия нибикурабль ардыхаты, тот, кто встретит меня грехами в размер с землю, ля юшрикбищай, но при этом ничего не предавая мне в сотоварищи, ля кита у бимитля махфира, то я подарю его, или встречу его с таким же прощением, братья». В этом указание на величие, братья, достоинство единобожие. «Каля ибн Умар ибн Умар говорил, «Аль айя фигайрис садакат мин аль хасанат». То есть здесь в «Ва яйте» подразумевается «под всеми благими делами, кроме садака». «Фаммас садакат тудафу субу мидав», потому что за садака сразу в 700 раз больше записывается, как мы это разбирали, «Баракалуфикум» в «Тафсире», «Суры» «Аль Бакара», то, что за садака пишется в 700 раз больше, сразу же награда. Этот хадис «Баракалуфикум», то есть в котором сказано о том, что Всевышний Аллах в 10-кратном размере дает, мы разбирали этот хадис под номером 37 «Барбейн Науи». Этот хадис разбирается в 37 «Барбейн Науи» «Баракалуфикум». Ссылочка на шарх этого хадиса будет под этим видео. «Братья, вы видите, до чего сладкий Кур'ан? До чего сладко чтение Кур'ана? До чего сладким является, «Баракалуфикум», размышление над Кур'аном? И поэтому пророк Саласам назвал веру, как не почувствовать сладость веры. У веры есть сладость, брать. Изучая аят из Кур'ана, мы чувствуем эту сладость. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы закончить тавсир, если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется, Баракалуфикум, новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть Баракалуфикум получается, и выучите, и будете знать тавсир. Смотрите внимание, Субхан Аллах. Да сколько вот удивительные слова Всевышнего Господа, Субхан Алтали. Если человек сказал Всевышний Аллах, а фаля это добару на Кур'ан, почему они не задумываются над Кур'аном? Субхан Аллах.